Наталья Паншина, получившая свою минуту славы благодаря самому радушному приему короля российской поп-эстрады Филиппа Киркорова на территории Коми, заявила, что Печора изначально не было в графике артиста. Это должен был быть выходной день для запланированного перемещения по сложной логистике из Усинска. Никогда прежде фуры со сценическим оборудованием не ездили по нашим городам. И все же концерт состоялся вопреки всему, хотя и с опозданием на три часа. Если бы вы видели, как Филипп переживал костюмерный, постоянно спрашивал меня, как печорцы, как зрители, не будут ли они на меня обижаться из-за задержки концерта. Передо мной стоял простой человек без короны, который был очень расстроен. Он никогда не позволял себе опоздание на концерты. Более того, были бесплатно предоставлены места для лиц с ограниченными возможностями здоровья нашим печорцам, которые передвигаются на колясках. Мы все очень благодарны Филиппу, и я в том числе, за то, что не проехал мимо и согласился выступить в нашем городе за яркое и замечательное шоу, за простое человеческое общение. Страсти вокруг Киркорова в Коме не утихают. Пользователи соцсетей спустя почти две недели продолжают смаковать деталями этого визита. Отчасти интерес подогревал к этому событию сам артист. Подобно сказочному новогоднему волшебнику, постоянно держал в курсе своих приключений. В итоге четыре города, где Печора отличилась во всех смыслах. Природа и все остальное, непроходимый край тяжелый, но мы хотели сюда приехать. И мы приехали, и сегодня я компенсирую это все три часа ожидания. Невероятное шоу, которое Печора еще не видела, да и вряд ли кто видел. От нас вы декадали ваш самый вкусный подарок. Какой Печорчик? В своем инстаграмм звезда российской эстрады поблагодарил Наталью Паншину за, цитата, «невероятный прием». А Сёмгу он назвал очень необычным и ценным подарком, на что обратил внимание шоумен Иван Ургант в эфире Первого канала, чем снова подогрел интерес к теме. В то же время у пользователей соцсетей развернулась риторическая дискуссия по поводу происхождения самого подарка. Все-таки любительский лов семги в естественных водах на сети запрещен, а промышленная по Печоре это дело только в Низовях, до Усть-Цельмы. Стало быть, могла быть и не Печорская вовсе. Продолжение следует...